В минувшую субботу в городской библиотеке члены Харцисского литературного клуба «Бригантина» собрались на очередное, уже 90-е по счету заседание. Все как обычно, делились свежими идеями, обсуждали последние новости, читали свои сочинения. Необычным было то, что все стихи в этот день бригантинцы посвящали своему другу, поэту, известному харцисскому художнику, преподавателю, спортсмену и музыканту Владимиру Журавлеву, который 3 октября отметил свое 80-летие. «Бригантина поднимает паруса» – этой популярной песней бригантинцы обычно открывают свои заседания. Вот и на этот раз изменять давние традиции не стали. Кстати, в этом году влюбленные в поэзию харцисяне члены литературного клуба отметят уже 61-ю годовщину бригантины. Прошедшее в минувшую субботу заседание клуба вполне можно было считать праздничным. С именинами поздравляли сразу троих харцисских поэтов. В целом же творческую встречу решили посвятить 80-летнему юбилею Владимира Журавлева. Друзья и товарищи желали Владимиру Филипповичу крепкого здоровья, творческого вдохновения, наказывали не терять искру в глазах и молодецкий задор. Спешат, текут, словно с гор вода. Как жаль, что их не вернут никогда. Но не стоит грустить о прошлом. Было светлое в нем, хорошее. Было встреча и расставание. Жажда к знаниям и желания созидать, творить, вдохновлять. Состоялись вы в жизни на пять. Я желаю вам здоровья и счастья. Но не время еще расслабляться. Новых взлетов, побед, свершений. А в харциске вы совершенства. Сижу у моря и на солнце греюсь. Готовюсь к юбилею. Всех готов. Благодарю Есенина Сергея. С ним в один день родился Журавлев. И этим днем определилась участь. В искусстве погрузился с головой. Владеет словом русским и могучим. Художник. И в харциске он герой. Поздравили юбиляра и воспитанники харциской школы искусств музыкальным подарком. На площадке перед входом в библиотеку в честь дня рождения Владимира Журавлева играл духовой оркестр в полном составе. Такой подарок стал для именинника приятной неожиданностью. Не смогли пройти мимо играющего оркестра и прохожие. Харцезяне останавливались, слушали, наслаждались звуками живых инструментов и даже танцевали. Субтитры создавал DimaTorzok